добрый день сегодня 6 11 2016 года хотел бы сегодня опять таки вот развить эту тему очень рад что зюганов поднял тему масонских лож а вот давайте немножечко порассуждаем вот эти масонских лож я вот что часто вот их истории действительно они тянутся буквально веками и подогреваются финансовыми какими-то агентами так сказать центрами влияния так сказать и финансируется и продвигается вот чтобы это не на пустом месте откуда ненависть владимира ильича ко всему русскому она проистекала и чтоб все не думали как вот этот шахназаров утверждал что русские стояли во главе вот это майдана 2017 1917 года что есть нелепость в общем так большинство русского народа вообще не понимал их чуть такое происходит то вообще вот это потому что это все представляется что каждый крестьянин прочитал книжку капитал проникся этой дуростью пошел так сказать все 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 дурную теорию которая противоречит законам арифмини математики даже арифметики вообще осуществлять я хотел бы сказать вот там ну вот как коснуться я вот прошлый раз рассказывал как вот есть мордовцы порядочные люди и которые работают которые очень спокойны которые а есть просто бандиты до которые когда когда перечень гисхана начала их подминать народ делать рабами значит пошли в услужение я не подумайте что я вот пусть против мордовцев ты имею какие-то вот при и у нас такой вот филиппов господина поехал в бандерлянди убивать русских за денежки понимаете у нас пожалуйста такие я также плохо отношусь и вот папа 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 полно таких уродов там и у нас он получил смешные там два года вообще хотя его гнусность и подлость в тысячу раз больше потому что многие к ну вступали в армию бандеровцев классится под угрозам смерти а это поехал просто бабла под заработать убьют там русскую женщину пусть она валяется на асмальте в крови а я там денежек под подзаработал вот он приехал и ему вот на тело два года вот вот и вот вот это вот сидят 50 тысяч чиновников да вот они как пишут вот такие законы вот такие действия этого вот вот это не масонская ложа это не пятая колонна вообще вот это чуть-чуть такое это в какие рамки укладывается тоже над ругательство над здравым смыслом выносить им наверное просто о расстреле вообще был бы тоже легкомыслие вешали бандеровцев во время войны немецких солдат брали в плен бандеровцев не брали так что зачем придумают что-то новое ну конечно вот у нас сейчас это все вот эти люди руководствуются не какими-то интересами национальными интересами народа вот эти вот 50 тысяч кпсс ников которые сидят на верховных должностях и вот толку и меня не вижу никакого ну вот и чё бы там знаете вынесли ему приговор не давать сладкого там поэтому из бандерлянде мы слышим смелые заявления потом еще это те животные возвращаются обратно в россию то есть там натворил в бандерлянде поехал на роде еще как бы называет их этих национал предателя вот все эти наши националисты ну я знаю многих националистов хотя я вот сужу о человеке какой он не по национальности но я знаю что многие националисты очень люди абсолютно разные во первых и среди них много очень преданных людей россии которые по-своему воспринимают ну на то у нас и свобода слова чтобы как бы вот выяснять не в каких-то масонских ложек а каким-то путем национального диалога какие-то вещи уверяет нашу находить какие-то взаимоприемлемые решения и но я сейчас не об этом я хочу просто чтоб с чего началось ненависть владимир ильича дело в том что это еще рождалось древние времена дело в том что вот как бы как так как сейчас вот такая беззаботность вот русских часто губила где-то мы действовали талантливого где-то извините как он просто разгильдяя вот каких-то назначили военачальников наверное бояр каких-нибудь вот у чингисхана было то хорошо что он знатность не ценил он ценил воинскую доблесть а у нас он сожалению не всегда вы начальники хороший выдвигался вовремя а слишком много каких-то партийных чинов вот как как у югановца прямо и вот подозначили и каких-то молодых таких вот боярских детишек партийных таких вот вождей вот и как вам сказать что вот эта беззаботность русская она сыграла злую шутку с нами не всегда его времена дмитрию как за четыре дня сдали москву когда город который мог и и месяц и два и три держаться и на мои войска так то мыши могло быть за кровью так вот он вот он вступили в какие-то нелепые переговоры и вот здесь и перед этим нас нами также произошла нелепая какая-то ситуация но вот а в англии был такой очень хороший король король полководец я там сейчас не буду основном вот у нас значит шоу они в шоу армия в доспехах но доспехи были тяжелые и они сняли положили это все на телеги и остались при одних мечах когда на них на их подкараулили так сказать и напали так то мечи им не особенно помогли потому что их потери стали громадными то есть войско было вырезаны и разбит это даже несмотря одному они мечты можешь успеть схватить а доспехи не у нас еще было круче все происходило как это не смешно но около реки пьянь это было бы смешно если бы не было так трагично и грустно подвыпив войско и военачальники будучи в хорошем отношении настроение положили не только эти самые доспехи но и мечей на телеге сложили это все так и и в общем пошли охотиться там за за не смешно с зайчиками там вот и в общем подвыпили с красивыми женщинами в общем такой они устроили наверное решили прежде чем чего-то там воевать как бы не устроить хороший пикник вот пикничок обошелся очень долго голову мама и был такой злобный карлик арабша очень коварный он окружил с пяти сторонних и начал безнаказанно вот уничтожать потому что ну никто в военном деле не будет предупреждать что давай выходи на честный бой и так далее в общем конечно совершилась трагедия река пьянь была заброс с трупами наших воинов и какой-то при это событие приняла нарицательный характер и даже какие-то нехорошие поговорки на счет и пошли поэтому когда говорят пьянь не только имеет ввиду что человек поет может быть а кто историю хорошо знает тот имеет ввиду что речь идет о некотором географическом названии ну в общем арабша он не удовлетворился этим будучи человеком жестоким он начал вырезать селу за селом дошел до реки до нижнего новгорода там по вырезанную и вот когда вот это вот свершалась видимо были приглашены эти вот мордовские бандиты наверно потомки владимира ильича и представляете тот жестокий и они еще тут он вторая волна вообще то есть то что у людей там может быть монголы побрезговали то есть вот эти еще отбирали вот но вот с мордовцев и началось крушение так сказать империи чингисхана потому что диска низе их нагнал разбил и доставил их нижний новгород на свидание с жителями представьте что люди истерзанные во много раз кто у у кого родственник убит у кого это убит но конечно понимаете владимиру ильичу вот маленькому этому злобному ему ему не преподнесли вот рокфеллеры каких-нибудь брошюрках учебника вот как это было на самом деле что речь шла чудовищно бандитизмник вот предательстве мордовского народа подонками там сказать я не говорю что вот мордовцы они вот какие-то нехорошие и у нас-то были власовцы бандеровцы это вот вовсе никакие не националисты это национал предатель вот за каждым татарином да вот стоит его дедушка убитые чингисханом когда татар считали чуть ли не собаками вот эти войны чингисхана вырезали и только оставляли маленьких детишек которые чтобы не помнили там не родства своего не и потом это воспитывалось все в любви к чингисхану вот ну вот понимаете вот такая а вот эти вот они даже вот как бы просто и как могут как сейчас те процессы которые мы видим сейчас в бандерляндии вот они примерно сейчас вот за 25 лет выросло целое поколение которые бандеровцы бандеровцы да которые не представляют что таких ублюдков 25 лет назад в россии вообще не было они бы наверно не поверили не в россии не на территории бандерляндии да вот и вот то из-за чего и разыгралась дальше война мама и действительно там обиделся направил опять полки и значит на реке боже да да даниил иоаннович по моему князь да нанес монголам первое вот со времен там галки тому такое крупное поражение то есть они переправились через реку ну как и так сказать но такие хорошо сколоченные полки князя московского в конец конечном счете все-таки опрокинули и и с этого как бы родилась уверенность вот битва под божий она как бы такой предтечи куликовской битвы ну и несомненно что вот как бы вот это такие события это они преподносились владимиру ильичу я уверен под каким-то особым что вот смотри смотри как вот россия тюрьма народов смотри как с с с нашими дедами там обращались вот и так далее и так далее вот нисколько как бы не обращая не рассказываю вообще предысторию что это были как бы за люди вот но я вот хотел бы еще как бы немножечко развить эту историю да вот я рассказывал вообще где в прошлый раз о дебилизме джугашвилевцы да как они в силу своего дебилизма проваливали как на реке я говорил о том что нашу страну пересечка это множество рек и поскольку они разрушили линию обороны так называемую линию сталина то можно было бы на берегах река не сдавать переправы а наоборот их разрушить и построить какую-то выстроить благо количество танков у нас было громадное и используя тактику катукова очень как бы по крайней мере задержать врага а может и даже не остановите но вот вот я еще подтверждение из древних времен могут тупые коммунисты они вот даже не изучали вот древние истории то понимаете ведь какая кончилась вообще монгольская иги да вот приехали они требовать у великого князя да великий князь за шею пинками вытолкалась по сути и пошла так сказать опять орда подвинулась на 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 россию да ну вот великий князь тогда во первых две вещи не был такой как тупой как коммунисты он сумел договориться с крымскими татарами они они выступили тогда нашими союзниками и обрушились на 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 союзников литовцев на литву союзников союзников орды в свою очередь тем что существенно нам помогло да и второй момент великий князь избрал очень хорошую тактику если дмитрий донской боялся соединений и гайло и мамая поэтому переправился через реку так сказать и дал как бы можно сказать бой сам да то московского московский князь великий князь поступил иначе он поступил военном плане очень рационально то есть прямо противоположную джугашвили у него была довольно хорошая артиллерия он расположил ее вдоль реки угры и начал отбивать атаки монгольской конницы которая ну тонула переправиться не могла поэтому хан начал ждать зимы переправы так сказать продовольствие громадная войска все пожирала так сказать в результате этого противостояния он только нес потери так сказать попытки всех переправ окончились неудачно так все и закончил вот я вам пример так могла закончиться и вторая мировая война великая отечественная война ну если бы коммунисты что-либо там изучали ну вот я хочу сказать вот вообще надо бы действительно поизучать от связи коммунистических движений с масонскими ложами потому что все и вся их деятельность напоминает одно сплошное какое-то вредительство исполнения потому что даже все эти джугашвили могут одно а вот эти масонские ложи они как вот вирус могут встраиваться и рулить все по-своему распределять все по-своему хочу привести еще один пример вот опять у нас лжа вот эти вот масоны наблюют в уши вот вот знаете ну допустим такой пример что был у нас такой капитан маринеска командующий подводной лодкой ну легендарная абсолютная личность я вот включается телевизор вот на нее льется вот пьяница он то он ничто он дисциплину не соблюдал он вор но вот все вот такое вот это вот льется да и конечно никакой правды не говорится вот а я немножко хочу немножко расставить на свои места чтобы было полное понятие о дебилизме этих джугашвиливцев и как они в чужих руках во первых я хочу сказать что действие маринеска если джугашвиливцы ни в коей мере не оценили его действия был один человек который дал ему самую высокую оценку это Адольф Гитлер или Шикангуба дело в том что когда он посмотрел на цифры что у него утоплено столб экипажей подводных лодок он сказал все моему флоту конец мой флот не поможет мне никогда дело в том что вот этот Густвов начинается там вот эти западные все там были мирные жители там все корабль был набит эсэсовцами это во первых то есть какой-то гуманитарный такой аспект даже что по нашему советскому зомбоящику они еще ранее что он чуть ли не преступник военного как обернули дело в том что и в этот раз они значит вот наши зомбоящик савдеповский что он случайно наткнулся да ничего не случайно операция была достаточно сложная да он обнаружил гусло во первых ну дело в том что многие немцы пали жертвы ну тут гитлеровской пропаганды что мы всех немцев вырежем уничтожим что совершенно не произошло впоследствии но немцы не надо представлять что вот я ни за что не поверю что на этот гусло элитный корабль такой сверхкомфортабельный набирали кого попало я думаю немцы простые беженцы они на телегах на этих что там и представляется так что там чуть ли не прорвали кордоны да как вы про гитлеровскую германию рассказывать чего вы врете гитлер тут Берлин падала у него сохранялась какая-то чудовищная дисциплина просто невероятная история такого наверное примеров а тут на каком-то корабле кто-то проявлял бы я думаю что конечно туда может быть и попадали мирные так сказать гражданское население но это были я думаю семьи каких-то отъявленных таких высоких нацистов скажем вот это возможно я думаю что не последним людям остальные там на своей машине в лучшем случае на своей какой-то да и машина реквизировалась но в основном на телегах на лошадях пешком кто как мог а эти ну хотели с комфортом проехаться знатные были все господа как бы вот конечно Маринеск просто не имел никакого права не потопить корабль который не идет ни под красным крестом не не валялся никаким и имел столько как сказать военнослужащих с форме СС но все это это ему нашим зомбоящиком вешалось дело в том что не просто так он вот как наткнулся корабль имел и охранение вот но дело в том что когда его еще надо было и на определенном удалении и из рассказа экипажа была совершенно другая картина дело в том что вот нагоняли в надводном положении дизели работали так что задымились Маринеско очень рисковал и и когда он как бы нагнал то он еще больше там рисковал что атаковал и лодку из надводного положения ну вроде как сторожевик который принял его за свою подводную лодку ошибочно вот это может быть вот в любом случае это как бы величайшая военная победа и величайшее военное искусство Маринеско но мы всегда считали что вот уж такие-то люди должны быть всем обеспечены коммунистами но не тот-то был я вы знаете сразу же нашлись множество вин Маринеско одна из таких глобальных вин которые они до сих пор что он на новый год куда-то отлучился ну куда я как бы могу приснить куда дело в том что Маринеско был ужасно красивый мужик в отличие от этих наших уродливых коммунистов ну вот наверное это вызывало какое-то раздражение да ну можно было как бы человек не может человек пять лет войны там четыре я не знаю что точно какое количество там так воевала вот не будем там тысячи дней ночей как говорил жуков ну конечно здоровому мужику как бы это нормально если он влюбился в аристократку английскую вот этой аристократка он и был в эту ночь но змея не кусает в такой момент ну случилось такое наверное и другие там офицеры были ну вот из этого родилась там целая папея там значит у него полились обвинения ну даже вот если его как бы считать виноватым ну можно как-то вынести выговоры вынести не мстить человеку всю жизнь понимаете вот конечно военное дело требует там как вот дисциплины определен ну и как собаки к солдату нельзя относиться этого коммунисты никогда не понимали и понимать не могут вот и как бы вот в этой ситуации значит они еще возвезлили на маринеска значит следующее что больше врут значит гостного кроме гостного он ничего не потопил но я хочу эту ложь опровергнуть после гостного он возвращаясь на обратном пути утопил еще один корабль и там было более трех тысяч солдат вермахта и производил атаку с большего расстояния в три раза больше чем с гостного то есть с гостного у него еще более благоприятно однако она опять окончилась успехом так что выставлять что гостного единственная победа маринеска ну это какая-то подлость низости и мерзость понимаете вот в этой передачке садеповской опять об этом ничего чего не было ска вот это вот зюгановцы можно спросить зюгановцев вот это не работа каких-то масонских ложь для чего вы дезинформируете ну ну и впоследствии дело в том что значит маринеска такого военачальника устраивают на каким-то завхозом какой-то незначительную должность он там влачет существование его обвиняют в краже каких-то брюкетов непонятно как человек который провел всю войну наверное у него кроме вот этих двух побед было масса побед но вот дело в том что они говорят а вот после этого он ничего не утопил да так он уже утопил все можно сказать весь флот то утопил 100 экипажей подводных лодок пошло это что такое подводная лодка без экипажа это железка туда не посадишь простых солдат вот вот и топить то ему было нечего но вот это ему и вот так по каким-то по иезуитским каким-то вот этим канонам они поставили в вину вот в конце концов был конец войны да немецких кораблей все меньше и меньше ну что ж тут поделаешь то ну больше не хватило вот и значит дело в том что как бы обвинили вот в краже этих брикетов ну я думаю главная была причина что он начал писать в своих письмах о том что он разочаровался советской власти и вот это вот это вот это вот это злобу главное я так и выработала но пусть человек у человека подорвалось здоровье там он какой-то депрессии он наверное имеет право на какие-то свои наверное такой человек даже если где-то может быть он запил с горя с каких-то вот событий с переживаний наверное он должен быть как-то и обеспечен и индивидуальным коттеджем и каким-то домом или какой-то иметь солидную пенсию чтобы ни в чем не нуждаться но хочешь работай хочешь не работать но коммунистам все мало давай работай вот каким-то завхозом давай еще еще мы не выжили из тебя больше крови вот это и называется масонские лужи вот я как бы вот этот вот вот не трудно поверить что вот такой какой-то всегда сводится действие коммунистов какому-то тайному вредить и дали иногда и наглому открытому и никакого даже не тайному а еще это возводится в рамках доблести и так сказать каких-то заслуг ну вот я как бы на сегодня вот по этому вопросу чтоб не перегружать вас вот как бы раскрыл чтобы хотя бы в общих чертах мы как бы человека не формировалось какое-то мировоззрение сквозь кривое сделали зеркало на прохановщины зюгановщины и прочей хрени